здравствуйте gridbox конструктор страниц обновился и в этом видео мы посмотрим с вами что там изменилось одно из самых важных изменений это оптимизация ядра gridbox естественная обновление уже посмотрел и невооруженным глазом я заметил действительно улучшение производительности во время редактирования страницы gridbox при создании страницы перетаскивание плагинов сохранение страница все это стало шустрее работать это видно сразу не знаю как это будет работать когда страница у вас уже длинная большая с множеством плагинов но надеюсь скорость не изменится будет также быстро все работать и другие мелкие изменения но для кого-то возможно эти изменения будут очень даже весомые давайте посмотрим что там изменилось я нахожусь в админке своего сайта gridbox на этом демо сайте у меня не обновлен давайте обновимся видим что gridbox сигнализирует что нам нужно обновиться у меня предыдущая версия сейчас на данный момент записи видео я буду рассказывать о gridbox версии 2.10.10 я нажимаю обновить происходит обновление давайте дождемся когда все будет обновлено и я еще рекомендую на всякий случай обновить локализацию русский язык дело в том что добавляются новые возможности новые строки они могут быть на английском языке до их может быть еще не успели перевести но все равно мы кликнем сюда языки и еще раз я нажму установить русский язык поверх на то есть возможно какие-то строки уже перевелись чтобы все было на русском первое важное изменение до которого можете просто почувствовать увидите это во время редактирования страницы что действительно это видно все работает шустрее именно шустрее работать создание страницы вот это все все действия сохранение страницы перемещение плагинов местами очень все вот эти манипуляции это действительно все быстрее работает изменилась ли скорость самого сайта до Я это еще не тестировал именно через Google Page Speed Insight или подобных сервисов. Здесь мы видим, что действительно версия сейчас 2.10.10. И следующее изменение в этой версии Gridbox, о которой я хочу рассказать, это возможность для Gridbox Store, то есть интернет-магазина на Gridbox, добавлять в цифровые товары стороннюю ссылку, то есть если вы торгуете какими-то цифровыми товарами. Ранее нельзя было вставить стороннюю ссылку, то есть вам приходилось ваш продукт загружать прямо на хостинг, а если это большой курс или большое видео, которое много весит, это вообще не вариант, вы согласитесь со мной, загружать это на хостинг. А если потом будет таких 100 товаров и больше, вам придется покупать большой сервер. Ну, это неправильно. Сейчас много облачных сервисов, где можно разместить свои платные продукты и отдавать ссылку после покупки. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я перейду приложение. Есть у меня здесь созданные тестовые цифровые продукты. Зайду в один из своих тестовых продуктов. В область, где вы даете ссылку на свой платный цифровой продукт. Здесь вы можете, как и ранее, загружать, если это небольшой какой-то по размеру продукт. Или вы просто можете, видите, ссылка, вставить ссылку на Mail.Oblk. На любой другой облачный сервис, ссылку на который ваш клиент получит после успешной оплаты. Здесь все нормально. Также здесь добавилась вот такая вот возможность. Видите, галочка помечается, если здесь, например, несколько фотографий продуктов. Массовое добавление, выделение массово. И потом можно сделать массовую копию внутри продукта. Это если нужно сделать несколько дубликатов. Также в Gridbox Store доступна новая возможность. Минимальная стоимость заказа. Давайте посмотрим, как ее настроить. Я выйду из продукта. На стройке находится магазин. Дальше на стройке. Дальше вкладка основные. Здесь даже это видно. Прокрутим ниже. У нас не переведено еще даже на русский. Это строка. Минимальная стоимость заказа. То есть это глобально для всего магазина. Можно назначить. Пока порог этой суммы не будет превышен, человек не сможет оформить заказ. Это, возможно, пригодится для каких-то товаров, недорогих товаров. В данном случае у меня цифровые курсы. Мы сейчас просто посмотрим, как это работает. Курс у меня стоит 1, например, 4 тысячи рублей. То есть 3,990. Давайте сделаем просто для примера 5 тысяч рублей. Ниже человек не сможет это оформить, заказ. То есть получается ему надо купить 2 курса. Давайте проверим это. Обновлю страницу магазина. Мы видим кнопку «Заказать». Если я на нее нажму, то дальше я не смогу продолжить оформлять покупку. Унизу у нас написано, что минимальная сумма заказа 5 тысяч рублей. Понятное дело, что это сейчас мы тестируем. А как это использовать, вы уже сами решите. Если отсюда заказать, то мы такое увидим. Но у нас с вами один товар добавлен в корзину. Он стоит 3,990. Далее я попробую добавить другой товар. «Заказать». И вот только теперь, учитывая, что общая сумма заказа 7,980, я вижу у меня кнопка «Оформить заказ». И я могу пройти к следующему шагу. В данном случае «Оформить заказ я смогу». Следующее изменение, о котором я хочу рассказать, порадует всех. Разработчики Gridbox внедрили возможность сжимать все изображения при загрузке их в Media Manager. То есть в админку нашего сайта, будь то это интернет-магазин или это страница Gridbox. То есть раньше нам приходилось изображения подготовить, сжимать их отдельно различными сервисами, Photoshop и так далее, чтобы они не нагружали сайт. Теперь мы можем загружать изображения, несмотря на их размер. Gridbox сам все сделает. Мало того, можно выбрать качество сжимания изображения и сразу конвертировать его в современный формат изображений в П. Для этого нужно активировать эту возможность. Вы можете находиться на любой странице Gridbox. Это может быть товар Gridbox. Давайте посмотрим. Вот я перейду, например, страницы. Да, у меня ни одной страницы не создана, поэтому давайте я перейду. В любой товар зайду в режим «Редактирование» либо макета, либо поста, здесь уже не важно. Нам нужно увидеть вот эти вот настройки. То есть перехожу в «Сайт», дальше «Медиа-менеджер». Вот здесь появился новый переключатель «Compress images». То есть видно, что еще он даже не переведен на русский язык. Не успели перевести. Переключаем. И появляется новая возможность. Максимальный размер изображения. Качество 60. То есть при загрузке изображения качество будет ужиматься. Плюс может это влиять и на качество изображения, что дает дополнительную возможность. То есть качество будет ужиматься, картинка будет еще меньше. Я не знаю, какие вы будете загружать изображения, какого качества изначально они будут. Но я считаю, что 60 – это очень сильно. Я бы поставил 80 качество сжимания. И конвертировать ли в ВП? Если современный формат изображения вас устраивает, все мы знаем, что, например, браузер, старый браузер, интернет-эксплорер или все браузеры, если люди их не обновляют на своих компьютерах, то, скорее всего, они не увидят вообще картинок на вашем сайте. Я уже об этом ранее говорил. Если вы будете использовать формат ВП. Но вы должны для себя решить. Либо мы движемся в ногу со временем. И для тех людей, которые тоже обновляют все вовремя, пользуются современными браузерами. И, естественно, это производительность, более быстрой загрузка страниц вашего сайта. То мы тогда делаем «Конвертировать в ВП». И помимо этих опций у нас с вами на производительности тоже здесь, вы помните, да, эти опции давно существуют. Тоже здесь «Сжать изображение», «Адаптивность изображений качества», то есть для мобильных версий. Здесь нет кнопки «Сохранить», просто закрываете и нажимаете здесь «Сохранить». В любой странице, где вы открыли эти опции, все, эти возможности мы подключили. Еще одно небольшое обновление в этой версии Gridbox. Во всех плагинах, если вы используете, например, какая-то галерея, простая галерея, то здесь вы можете теперь видеть, при наведении на каждое изображение появился глазик «Выключить». Видите, я нажимаю «Временно, например, скрыть одно изображение». Это под каждым элементом появляется. Также есть возможность массово выделять. Вот так вот, видите, массово дублировать. Видно, что здесь это тоже продублировалось. И массово вот так вот удалять. И это у нас в каждом плагине появилось. В этом видео я озвучил, на мой взгляд, самые интересные возможности в новой версии Gridbox. С другими изменениями данного релиза вы сможете ознакомиться на странице разработчика. На этом я видео заканчиваю. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. «Лендинг пейдж на лету 2.0». А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это «Конструктор форм». Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии «Драп-н-дроп». Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo.